Всем привет! У нас скоро праздник на Урыс и основной продукт, который мы приготовим на праздник, это бешпармак или баурсаки. Я вам подскажу один лайфхак для того, как правильно приготовить баурсаки. Во-первых, берем любой рецепт, который есть в интернете, но весь фокус в том, что нужно правильно замесить тесто. Во-первых, вот я замесила тесто, у меня тут и дрожжи, и маргарин, и все, что можно. Все, что съедобно. Тесто должно быть очень тугим. Вот, посмотрите, тесто вот какое. Оно тугое, иначе баурсаки не получится. Вот, вот я приготовила такое тесто. Тут и дрожжи, и все. Любой берете рецепт, но тесто туго. Потом его укладываете вот в мисочку, накрываете все в банку и на расходочку. Через некоторое время, когда тесто подойдет, я вам еще подскажу, как это правильно сделать. Тесто готовят у нас настолько разнообразно, что это еда, ну, как хлеб на столе. Поэтому раньше готовили его даже из бульона. Вот приготовят бульон на пешпармак, берут бульон и готовят тесто. Потому что каждый готовил по возможности. Иногда даже на воде. Ну, баурсаки от этого не становились и хуже. Итак, прошло полчаса. Наша тесточка поднялась. Его, так как оно дрожжевое, его обязательно нужно умять. Вот, смотрите, я его хорошенько переминаю. Тесто видно, что туго замешано. И снова накрываем и оставляем еще на полчаса. Вот тесточка у нас подошло. Перемешивать его не надо. Просто раскатываем по столу ровным слоем. Наливаем подсолнечное масло. Предостаточно, чтобы баурсачки наши плавали в масле. Надо подождать, пока оно закипит. Разрезаем аккуратными, такими квадратиками. Тесто больше мы не трогаем. Оно подходит дальше на столу. Смотрите, вот так вот. Мы просто их берем потом и выпекаем. Мы проверяем, закипело ли масло. Да, действительно. Значит, можно ложить остальные. Они мягенькие, пышные. И они не сладкие. После того, как они остынут, целлофановый пакет их сложить, и они будут долго вас радовать свежестью. Всем пока и приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok